Правительство, президенты осознанно понимали, что закрывая рынки европейские, мы должны наращивать собственное производство. То есть это политическое решение. Это не просто какая-то защитная мера, и мы насолили европейцам Евросоюз и пошли дальше, опять своей дорогой. Ничего подобного. То есть это решение я абсолютно уверен, но сознательно. Потому что наступило время, когда мы должны кормить свою страну, свой народ собственными российскими, отечественными, породными питаниями. И, конечно, государство на это тратит беспрецедентное средство. Более 200 миллиардов рублей. Такой поддержки по программам, практически по всем отраслям, по всем направлениям сельхозпроизводства идет поддержка. С другой стороны, сегодня мы видим, какой на основе этого и поддержки, в то же время закрытия Европейского Союза, мы видим, какой интерес инвесторов российских к этому бизнесу. Рост цен произошел, но здесь главная причина. Причина того, что рост курса доллара, рубля и, естественно, в сельхозпроизводстве тоже сегодня очень много, так сказать, продолжает закупать, к сожалению, компонентов, всевозможных ингредиентов и других вещей, которые входят в состав той или иной продукции. Это, конечно, сказалось на удорожании. Оборудование очень много импортного, к сожалению, но это так. И так далее. И все практически компоненты, все виды продукции, не только сельхоз, но и все, что происходит в стране, все бы дорожало. Это и инфляция была, особенно в первые годы кризиса достаточно высокая. Поэтому мы, конечно, в силу, так сказать, естественных причин сельхозпроизводство отреагировало таким образом, чтобы сохранить свою рентабельность, сохранить прибыльность и так далее. Есть один путь. Надо больше производить. Вот Министерство хозяйства как раз и видит свою цель, главную цель. Больше производить продукции, создавать хороший инвестиционный климат, значит, чтобы больше предприятий было, увеличение объема производства, увеличение издержек предприятий. А значит, естественно, цена будет конкурентная, она будет, естественно, будет более и более стабильная. Мы в области производства зерна сегодня на самом деле демонстрируем хорошие успехи. И экспорт растет. Я думаю, что в этом году составит 33 миллиона тонн зерна. Это действительно рекорд. Но хочу сразу успокоить всех, что это зерно мы не забираем ни у, так сказать, продовольствия, ни у животных, я имею в виду, в корма. Это зерно излишки. Они же излишки, которые, собственно, не требуются. И поэтому очень здорово, что мы нашли рынки, находим новые ищем рынки. И по хорошей цене зерно подается, деньги поступают с аэропроизводителями. Отсюда, так сказать, конечно, вся и прибыль, и доходы, и, собственно, и стабильность экономическая. Поэтому мы будем и сегодня продолжаем активно заниматься производством, то есть заниматься поддержкой растеневодства, производства зерна. И считаю, что резервы не все исчерпаны. У нас огромный потенциал. И, прежде всего, мы должны повышать максимальное подородие почвы. А это, значит, удобрение, техника должна поступать в нужных объемах до сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивать энерго... То есть повышать энергообеспеченность хозяйств, предприятий крупных и средних. Вот. И, конечно, поднимать... Цель какая? Поднять урожайность. Но потенциал есть огромный, потому что мы говорим сегодня о мясе. Мясе свинины, мясе говядины, птицы. Мы готовы и сегодня активно работаем в Министерстве хозяйства при поддержке правительства, видеть свою основную стратегическую цель, выходить на новые рынки и, естественно, помогать, поддерживать бизнес в этой работе. Поэтому мы и так по мясу уже прибавили, по экспорту на 20%. Но я считаю, здесь потенциал, мы можем продавать сотни тысяч и в Китае, и, естественно, Тихоокеанский регион, Персидский залив.